Короче, Витька весь в слезах, в слюнях, в соплях Сказал, что и Люда, и Таня в настоящее время на сносях Представляешь, на свет появятся еще два-нидве несчастных жизни Только я не знаю, если будет мальчик, называть его Алексей Ты думаешь, так Леша переродился? Да Перерождается? Он мне хочет дать шанс Понимаешь, насколько было слепа у этого мальчика любовь к своим родителям? И как родители с ним обошлись? Я говорю, мне просто... Говори, меня аж мороз обдирает А когда судьбу? Семенович-то Друзья, всем привет, с вами канал Вася Носене Вы уж простите за такой формат видео, приходится снимать практически с коленок Я сейчас нахожусь в Твери И мы здесь снимаем очень интересный сюжет И сегодня должен был выходить совершенно другой сюжет Но выходит этот, потому что новости, о которых мы узнали, они просто шокирующие И честно говоря, у меня даже в голове не укладывается Знаете, это похоже, как вот раньше были желтые газеты Там открываешь и видишь, там, не знаю, нашли двуголовую обезьяну Там или трехгорбового верблюда В общем Но есть отличия Эти новости реальны, о которых мы сегодня узнали И почему этот выпуск выходит Я всем обещал, что обязательно расскажу, сколько же дадут за убийство Алексея Вот этому рецидивисту И, наконец, мы знаем Всю информацию вы тоже увидите в этом выпуске Этот сюжет осветит мой оператор Дима Поскольку я сейчас отсутствую Но прежде чем начнется это видео Я немножечко напомню для зрителей, которые смотрят наш канал впервые На нашем канале был такой парень, Алексей Молодой парнишка Я его нашел в деревне Он весь был оборванный В дырявой куртке стоял Мне его безумно стало жалко И, можно сказать, с этого видео начался наш канал И эта история о нем длилась долгие годы Он боролся со своей зависимостью Со своей, точнее, плохой наследственностью Поскольку его мать пила И вот эта зависимость И легкая, наверное, умственная отсталость Даже не, наверное, точно у него алкогольный синдром был на лице Передалась Алексею И крайне сложно стать нормальным человеком Когда вот такое происходит с головой Когда всю жизнь ты рос И видел пьянки, гулянки, обман В общем, полнейшая жуть К сожалению, его история закончилась очень плохо Его убил отчим Его же отчим, который с ним жил долгие годы Они подрались И Алексей был убит Отчим был рецидивистом Но он сейчас есть Я очень вас прошу Перед тем, как начнется это видео Подписаться на наш канал На наши соцсети И также, если вам нравится то, что мы делаем Вы всегда можете нас поддержать Спасибо огромное зрителям, которые уже нас поддерживают Это просто огромная помощь от вас, ребята Спасибо вам большое Всю информацию вы можете найти в описании Привет, Юль Привет, Дим Расскажи, что там вообще По слухам Слушай, ну по слухам не знаю Короче, пришел ко мне тут На прошлой неделе Витя Вот Ну, естественно Глаза вот такие Лицо как из ульи вылез Вот И поведал мне тут тайну мадридского двора Я, конечно, в шоке Я даже не знаю, как к этому относиться Но как бы врет он Я тебе тоже получается Вот Ну, во-первых Сказал, что и Люда, и Таня В настоящее время на сносях Беременные То есть беременные обе Понимаешь? То есть непонятно от кого Люда якобы утверждает Что там типа Паша к этому причастен Но Как бы по срокам Получается, Паша-то уже все Он уже его закрыли Уже более пяти месяцев прошло Да, да Вот Соответственно, про Таню не знаю Таню видела опять состояние Никакая Коротко выстриженная Что там, блох наловила Или не знаю там какой причин Ее обрили, обстригли Но это ладно Бог с ними В общем Ситуация следующая Получается С военкомата Евгения нам Эта самая Информацию дала Даже вообще не знаю Язык не поворачиваться сказать В общем Им пришла страховка За Лешку Это сколько? Там что-то порядка Двух с половиной миллионов На каждого То есть на мать и наца То есть пятак где-то на двоих Видите, я люди С Людой не разговариваю Вообще от слова Совсем Потому что По понятным причинам Простите меня Люди Видеть не могу Вот Видите, пришел Конечно, весь вот такой Они там меня Выгоняют из дома Я говорю Простите, вы живете Сами в муниципальном жилье В маневренном фонде Который Леша дали То есть вам Я говорю Пришло еще Если память не изменяет В январе или феврале Я говорю Уведомление о том Что в течение пяти дней Вы должны освободить помещение Вы нарастили долгов По свету в этом помещении И до сих пор Вы их еще не закрыли То есть Я говорю Творите, что попало Плюс я говорю Еще Люда какая-то Она вообще кто По отношению к этому жилью Как она может Тебя куда-то Ей само нужно Собирать чемоданы Освобождать Скажем так И закрывать Ну, в общем Короче, Витька Весь в слезах В слюнях В соплях Вот Я не знаю Что делать Я говорю Вить, ну вариант один Я говорю Паспорт восстановил После пожара В общем С его слов Я поняла Что нет Вот Я говорю Нужно сейчас Привести себя Во-первых Божеский вид Вот Восстановить Я говорю Документы Нужно Обратиться Собрать пакет документов Необходимый Обратиться В военкомат Для того Чтобы получить Вот эту выплату Я говорю Ну, естественно Ну, как бы Ну, с ним мы нормально Разговаривали То есть Я говорю С Людкой Я не общаюсь А с Витей Вот мы поговорили Я говорю Вить Ищи себе Подходящий вариант Там То, что касается Юридической стороны Оформления Я говорю Мы Ну, поможем Там найдем человека Который может быть Именно только Витей Причем Я ему четко сказала Что, говорю Ты получишь Вот эти выплаты Купи жилье И оформи на себя Чтоб это было Только твое Ну, и Естественно Я говорю Я тебя не призываю Ни к чему такому Говорю Но Рекомендую В свете последних событий Говорю Вот с этой братвой Подзавязать Потому что Говорю Ты должен понимать Прекрасно Что Ты сейчас приобретешь Жилье Эти благополучно Перетекут все к тебе И опять начнется Говорю У вас там Симона Гулимана То есть Чем это кончится Говорю Мы видели Дом сгорел Я говорю Ты остался Говорю У разбитого корыта В идеале Я говорю Было бы Конечно Развестись с ней Сейчас И потом уже Купить Я говорю Жилье Потому что Чтобы это не было Совместно Нажитым имуществом Приобретенным в браке Но он в общем Я не знаю Насколько Что он понял Он мне Клятвенно обещал Что я сейчас Ну приведу себя В порядок Как бы все это самое Я говорю Ну денег Найдем тебе Чтоб ты там Паспорт этот получил Там сфотографировался Как бы там Заплатил штраф Потому что уже Время сколько Ну да Крайний раз Видела Опять Не скажу Куда гляжу Порекомендовала Я говорю Приобретешь жилье Говорю Там денежка У тебя должна остаться В любом случае Но ты получаешь пенсию Как бы Я говорю Можешь в принципе Выбрать Дашь квартиру Там в Козельске Где-то Я говорю Потому что Твоя пенсия Ну естественно Разница вот эта Которая после приобретения Жилья останется Ее нужно положить В банк Под хороший процент Ну то есть Чтобы у тебя Было нормальное Количество денег Для твоего Безбедного существования Вот И хотелось бы Конечно Чтобы он Свою жизнь наладил Потому что На самом деле Он неплохой Витька А он боится Потому что Он понимает Когда у тебя Будет своя крыша над головой Тем более Оглянувшись назад Ты видел Вот этот ужас Кошмар Который вы пережили Зачем повтор Я говорю У тебя будет Свой дом Своё жилье У тебя будут Средства для того Чтоб ты мог Безбедно жить Я говорю Да Что называется Ухода в мирной Я говорю Тебе хватит В том случае Если ты будешь Вести нормальный Образ жизни Я говорю И не будешь Путаться Вот с этой вот Бригадой Я говорю Ну ты понимаешь Что они до хорошего Тебя не доведут В любом случае Но к сожалению Это так Это правда Вот Вроде как Вроде как Но по крайней мере Пока не приходил Вот Придёт конечно Ну постараемся ему Помочь нам Выправить паспорт Всё Тем более Я говорю Смотри Может быть там Жильё не в каменке Себе найдёшь Может быть где-то Говорю Чтоб допустим От этой бригады Подальше А по поводу Паши Известно сколько дали Ну по слухам Опять же Не готова тебе сказать Что это вот стопроцентно Сказали что вроде как Дали ему 9 лет Но Пока ещё как бы Сто процентов Не знаю Работы много Не хватает времени на всё Поэтому как-то так Ну плюс я говорю Конечно Честно скажу Обидно Вот мне по-человечески Обидно Потому что Так поступить С своим ребёнком И вот сейчас Получать вот эти вот Я не знаю С какой совести Вообще нужно За этими деньгами идти Я сейчас Я просто Когда мне Витя Сказала Про эти две беременности Ты знаешь Сказать что у меня Волосы дыбом стали на голове Это не сказать ничего То есть мы видели Что было с Танином ребёнком То есть я понимаю Прекрасно Что сейчас Получив вот эти деньги Люда не остановится Она сейчас Из монастыря То есть она сейчас Работает в монастыре Шамардина Там подрабатывает на цветах Там помогает Матушка там Её как бы Содержит Там платит ей Вот Соответственно Я понимаю Что получив эти деньги Сейчас Что начнётся Ну мы знаем Эту семью Не первый год Их не остановило Ничего То есть сейчас Они начнут Пить так Что Как бы завтра Не пришлось Ещё хранить их Вот Прости господи Моя душу грешную Но есть и такие Подозрения И самый ужас Вот Я конечно понимаю Что я скажу сейчас Страшные вещи Не дай бог На самом деле Эти две дамы беременные Представьте На свет появятся Ещё два Недвина Несчастных жизни Маленькие Детские жизни То есть Я вообще не понимаю Как они жить Собираются Какие дети Они сами Никудышные Никчёмные Ни о чём ушные А ещё каких-то детей Ну от кого Могла бы Люда Быть беременна Я вообще Даже не знаю Сказали Что у неё там Какой-то друг В подборках был Ну в общем опять же Тоже на уровне слухов Вот поэтому Как-то вот не знаю Я не знаю Что будет С ними дальше Но наверное Лёшка их Очень сильно любил И наверное Царство небесное Любит до сих пор То есть несмотря Несмотря на то Что с ним поступили Вот так Ребёнок Даже с того света Пытается не бросить Своих непутёвых родителей То есть Ценой своей жизни Обеспечила Безбедную старость И Возможность Приобрести нормальное Жильё И жить нормально Как они Распорядятся И как они Это оценят Ну это пусть уже На их совести Как говорится Остаётся Но говорю Поверишь во что хочешь Вот понимаешь Ребёнок отдал жизнь Для того чтобы Вот это вот Вот это вот Я даже не знаю Как их назвать На самом деле Чтобы они могли Свою старость Дожить В нормальных условиях С нормальным Достатком Понимаешь Насколько была слепа У этого мальчика Любовь к своим родителям И как родители С ним обошлись Я говорю Мне просто Говори Меня аж мороз обдирает Друзья Многие уже знают Что у меня есть Своя система тренировок Спины и шеи Которую я выполняю Уже на протяжении Многих лет Каждое утро Сразу хочу сказать Если кто-то думает Что повыполняв Недельку Все проблемы Со спиной исчезнут То лучше даже Не начинайте Процесс формирования Осанки Путём укрепления Спины и шеи Это долгий процесс Который требует Долгого систематического Подхода Но после этих тренировок Я стал лучше чувствовать Своё тело Моторика улучшилась Я стал выполнять Те спортивные элементы О которых мне пришлось На время забыть Моя нейромышечная связь Тоже улучшилась Я стал по-другому Ходить Бегать Стоять И сидеть Тело становится Цельным стержнем От пяток До затылка Также я считаю Что эти упражнения Крайне важны Для кровообращения В малом тазу Для мужчин А для детей Я считаю Эти упражнения Необходимы Для формирования Правильной осанки Этому делу Я посвятил Долгие годы В детстве У меня очень часто Болела голова Я перепил Кучу цитрамона Прошёл очень много Обследований Но они ничего не показали Врачи Сказали Что у меня диагноз Сосудистая дистония Потом у меня была травма спины Лет 25 Была грыжа Несколько протрузий Я не мог даже На пятый этаж С сумками из магазина Зайти И всё это Продолжалось Долгие годы Пока я не разработал Вместе со своим тренером Программу тренировок Для спины и шеи Я вам скажу Что после двух месяцев занятий У меня пропали боли в спине А через некоторое время Я понял Что в аптеку За цитрамоном я не хожу Головные боли ушли на нет И я до сих пор На протяжении Девяти лет Занимаюсь именно по этой системе Каждое утро По 15-20 минут Эти упражнения Подойдут абсолютно всем Будь вы человек в возрасте Или спортсменам К тому же Для тренировок Вам не понадобится ничего Кроме своего тела И 20 минут вашего времени Именно по этой системе Я начал заниматься с сыном С трёх с половиной лет У него была очень слабая спина Неправильная осанка А теперь вы видите сами Эта система Проверенная на мне И моём сыне Вы видите реальный результат А не мифические обещания Успешный успех И так далее Сейчас моя система тренировок Полностью готова Вы можете приобрести её Под этим видео В описании Сделайте себе подарок И купите себе и своим близким Немножечко здоровья На долгие годы Благодарю вас, друзья, за внимание Привет, Витя Привет Как твои дела? Да так Ну рассказывай, что у вас там По поводу Паши-то Да, они же у Паши 9 лет дали Дали 9 лет? Да А когда судьбол? Ой, 3 дня как назад А Людка где? Она жрать готовит Что-то там органик не знаю А Люда что, беременна? Люда беременна? Да я что-то не знаю Я у них не разбираюсь Ну позови Люду, пожалуйста Да я не знаю Люда, это правда, что ты беременна? Надо проверяться Поедем в больницу провелиться А когда ты поняла, что ты беременна? Недавно Ну как недавно По факту Ну женщины меня поймут Вы вдвоем, получается, в плане Узнали, что Ну почти что в один день Узнали, что вы беременна? Да Тест на беременну взяли Он показал положительно? Да И у тебя, и у дочки? Да Мне кажется, Леха мне дает шанс Только я не знаю, если будет мальчик Называть его Алексей А вдруг у него будет такая же судьба, как и у него Не знаю, поверю я и не верю Но время покажет Ты от кого могла бы взглянуть? От Пашки От Паши? Да У меня 4 месяца не дали А Таня от кого? От своего Андрея А она сейчас в Андреем живет? Андрей сейчас сидит у людиного На принудительных обетах А что он? На годы не дали Но он у кого-то Сырай поджог Супер У Паши прошел И сколько лет дали Паше? 9 лет 115-я Часть 1-я, по-моему Убийство Намеренно убийство Ты на суде была? На суде я была до Вознесения приговора А в день Вненесения приговора Мне стрелали не приезжать Кто-то там не видел А кто тебе это сказал? Без имен Потом мне звонят Сказали, что В 9 лет А когда судьбу? 17 Он сказал, что я буду Проситься туда Через полгода Он будет реабилитирован Так-то он останется на Украине Его никто оттуда не окружит Но у него будет Все привилегии Он будет Через год приезжать Сколько им в год Два раза дают отпуск Будет приезжать в отпуск Будет деньги получать То есть будет нормальным уже Через полгода человек Несудимым Все судимости у него Атоматически снимаются Так как он Будет воевать там На Украине Ну ты сейчас планируешь Здесь Покажите С Витей Пока да Я хочу сейчас Насчет Алеши Сейчас полгода Сила уступит Я поеду Узнаю Какие документы И что мне за это положено Если у меня будет Дадут Двадцать полмиллиона Я себе квартиру куплю Я здесь не буду Витя пускай здесь живет А я не хочу Но я не знаю Есть такие выплаты Или нет Я не знаю Надо ехать Узнаю А кто тебе про эти выплаты Сказал Да вот по деревне Себе говорят Что ты сидишь Ждешь Едь Оформляй Я думала Все равно Только через полгода Если какие выплаты Будут Только через полгода Вступить в это Всего До этого И получу Но у тебя живота Не видно Я его убираю Но состояние Какое-то не то Совсем другое состояние Бывает Тошнота Бывает Хочется соленого Хочется сладкого Кутубей У меня такого не было Никогда Не было Когда я беременна была Таня и Алиса Ты думаешь То что это Сто процентов Отплаж Конечно Я ни с кем Нет Ты что Я ни с кем Тест показал Две полоски Положительно А там я не знаю Вот они появляются Ну там не стопудов Беременна Таня стопудов Потому что у него И так все Кос начался Ну там Нет Это на ранней стадии Я-то не знаю Проверяться надо Я поняла Так что Такие дела Живем мы Потихоньку Ну ты бы хотела Чтоб Паша вернулся Через полгода Ты знаешь Мне его очень не хватает Он мне помогал Очень его не хватает Все в одни руки Ну если ты беременна Ты будешь рожать Да Да Мне кажется Если я беременна Это Леша мне дает Знак Тогда я вообще Завижу пить Вообще Ты думаешь Так Леша Перерождился Перерождается Он мне хочет дать шанс Чтобы я была Как раньше Когда они маленькие были Потому что я очень много думала И думаю Смотрю на него Мне кажется Это знак свыше Чтобы я опять такая же Стала Как раньше была Когда они маленькие были Не пила Не курила Вела нормальную буржу Я и хочу этого Но пока понимаешь Дима У меня не получается Вот как только Есть Выпьешь Вот нет у меня там Гранит Они мне говорят Ну ты возьми Выли эту бутылку Я говорю Только капни Диму Все купец И опять поехала Есть деньги Дают Берем Нет денег Мы не пьем Проблемы в деньгах Да Да Спасибо за субтитры